Здравствуйте, уважаемые телезрители! Продолжается вечер на телеканале Видное ТВ. Мы работаем для вас в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях заместитель директора Центра детского творчества «Импульс» Кирилл Усманов. Кирилл Радикович, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, давайте поговорим о самом центре. Какие направления, сколько воспитанников? Сам центр большой, хотя у нас нет своего полноценного здания, но мы занимаемся и на базе школы, и есть наши основные филиалы «Импульса». Занимается около 8 тысяч детей. Направления разные есть. И художественные направленности, и журналистика есть, и туристическая направленность, вокал. Ну, в общем, все, что угодно для творчества, все имеется. Занятия сами по себе бесплатные, но для детей до 7 лет занятия ведутся на платной основе. А так, в принципе, любые дети могут заниматься любым видом творчества. Ну, у вас в том числе несколько адресов. Это «Развилка», «Видная», да? Вот расскажите. «Развилка», «Видная», «ПЛК 2.4», «Лемешка 19». Ну, и в школах тоже, на базе школ, наши педагоги преподают для удобства детей, опять-таки. Знаю, что все крупные мероприятия, творческая направленность, это ваши, ваших рук дело, скажем так. А вот расскажите, пожалуйста. Про мероприятия могу долго рассказывать, потому что есть, что рассказать. Сами по себе мероприятия, конкурсы, которые проводит наш центр, эти конкурсы с историей, есть и молодые конкурсы. Самому импульсу доводится проводить около 20, наверное, мероприятий в год в нашем Ленинском городском округе. Это и «Умный пешеход», молодой конкурс сам по себе. Второй год он проводится, направленный на безопасность дорожного движения обучающихся Ленинского городского округа. «Прайш-тряды лесной королевы» – это конкурс с историей более 30 лет. Он уже существует. Рождество Христово совместно с благочинием, с виденским благочинием мы проводим. Пасхальная радость вот недавно состоялся. Большой фестиваль «Веснушка», который охватывает более 2000 детей. В этом фестивале у нас 9 конкурсов. Это и шахматы, и журналистика, и художественная деятельность, и декоративно-прикладное искусство и так далее. Также «Надежда России» – большой фестиваль. В этом году мы ввели такие новшества. Мы поменяли формат проведения «Веснушки». Также конкурс, который будет 22 мая на базе кинотеатра «Искра» – это большой форум. В этом году мы проводим большой региональный форум «Творчество 2024». До этого он назывался «Конкурс». По истории носил вначале областной характер, потом начал в муниципалитете проводиться. Сейчас мы хотим войти в область, сделать его, возродить областной уровень, и ждем гостей со всей Московской области. Также я не озвучил «Видновчанку» с этого года. Наш центр проводит «Видновчанку и Рыцарь года». Сам по себе конкурс тоже с историей, тоже интересно, охватывает весь округ. И долгий сам по себе конкурс, потому что есть отборочный тур, в котором выявляются финалистки. После этого, конечно, колоссальнейшая работа идет над тем, чтобы почистить какие-то нюансы в выступлениях «Видновчанок», направить их в нужное русло. Ну и, естественно, и концепция мероприятия, конкурсные испытания «Видновчанок» – все это. О «Видновчанке» мы еще более подробно поговорим, но еще вот такое направление у вас есть как благотворительная часть. Вот много благотворительных в том числе акций проходят. Да, уже второй год подряд проводится эта акция «Ангелы добра». Мы помогаем деткам, у которых есть особенности здоровья и которые нуждаются в помощи. В этом году мы совместно тоже с вами вместе провели акцию «Ангелы добра» и собрали 326 тысяч рублей на помощь маленькой «Видновчанки» Лизе. Это радует, что весь округ подключился, помог. И откликнулась ей даже торговая палата. И вы помогли очень сильно с информационной поддержкой. Да, мы снимали сюжет на эту тему. Предлагаю его посмотреть. Первое, что увидели гости, переступивший порог седьмой школы – это ярмарка, организованная учащимися нескольких образовательных учреждений и их родителями специально для акции. Здесь связаны игрушки и изделия из дерева и глины и даже сладкая выпечка. Все это активно покупали посетители, а вырученные средства пошли на помощь пятилетней Лизе Забайкиной, которая страдает от врожденных заболеваний. У нас участвуют учащиеся в Центре детского творчества «Импульс», Мамолоковская школа, Лопатинская школа, Видновская гимназия, Седьмая школа, ВХТЛ. Открыто душой и сердцем готовы помогать, которые понимают, что в одиночку с некоторыми проблемами не справятся, а если всем миром понемножку, то можно справиться с любой бедой. Приехали с номером от деток, наши детки приготовили вокальный номер, и также мы привезли выпечку и поделки на благотворительную ярмарку. В первый момент почти все раскупили, особенно выпечку, которую с любовью приготовили наши родители. Учащиеся нескольких школ и воспитанники Центра детского творчества «Импульс» подготовили выступления с яркими танцевальными номерами и песнями. Ученица третьего класса Видновского художественно-технического лицея отметила, что своим выступлением она стремится сделать мир чуточку лучше. Когда мы делаем какое-то добро, этот человек его видит, и когда человек смеется, радуется, он побыстрее выздоравливает. Слова поддержки выразил и Ирей Николай Шапарев. Для русского человека всегда было в характере его, что мы не оставляем ближнего своего, мы ему помогаем. Мы помогаем и словом, и делом. И очень важно, чтобы мы не теряли этих своих ценностей, а только бы приумножали их. И такие вот мероприятия служат именно для этого. Благотворительная акция позволила каждому оказать помощь маленькой Лизе. Сбор открыт. Средства на лечение Елизаветы Забайкиной может отправить любой желающий. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Скажите, а вообще, насколько активно дети откликаются именно на такие благотворительные начинания? То есть, когда нужно помочь? Вы знаете, наверное, впервые так, такой мы получили отклик, и от родителей, и от детей все участвовали в благотворительной ярмарке. И пекли даже какие-то пряники, там делали подделки. Это приятно. И ряд педагогов тоже откликнулись на эту акцию, провели отчетные концерты в поддержку и в помощь Лизе. И вот собрали там 46, и сейчас знаю, один коллектив у нас собрал чисто от себя помочь. Приятно, когда откликаются, и приятно, когда люди мне все равно начнут и беду. Потому что в стороне все-таки, ну, нельзя находиться в стороне, когда нужна помощь. Вот эти благотворительные начинания будут продолжаться? Станут ли традицией, возможно? Это уже традиция. Давайте я так скажу, это уже традиция. Традиция для импульса. Мы также сейчас не приостановили сбор средств. Еще у нас будет ряд благотворительных концертов. Есть кому помогать? Значит, надо это делать. Замечательно. Замечательно, что ребята с добрым сердцем. Ну, и хотелось бы вот такой еще вопрос обсудить. Вы, наверное, как никто другой знаете. Вот насколько у нас все-таки талантливая молодежь? Насколько талантливы наши юные жители? В процентах? Нет? Очень талантливые дети у нас в округе. И хореография сильная есть. Педагоги и образцовые коллективы есть, которые мы очень часто можем лицезреть на различных мероприятиях нашего округа. Также и ИЗО, деятельность в должном уровне у нас в округе развивается. Дети талантливые. Это радует. Наша задача, как педагогов, просто поддержать, направить нужное русло. Очень много детей, кстати, поступают по направлениям и по художественным направлениям. У меня дети, я преподаю журналистику, они профильно сразу поступают в ВУЗы, и пиар, связь с общественностью, и в журфак, и в педагогические ВУЗы идут. Это радует, это радует то, что вот эти занятия являются таким моментом, профориентационным моментом являются. Ну, то есть здесь импульс полностью оправдывает свое название, он становится импульсом к их дальнейшей судьбе, к их карьере. Да. Сам импульс был создан Нина Владимировна Бессоновой. На протяжении 35 лет Нина Владимировна создавала, делала, поддерживала, придумывала конкурсы, потому что авторство, ну, можно сказать, всех конкурсов, это Нина Владимировна придумала. И наша задача сейчас, конечно же, не опустить планку, идти только выше и соответствовать. Вот один из действительно самых известных – это Ведновчанка, вы уже о нем говорили. Да, да. Мы тоже недавно сняли сюжет о Ведновчанке 2024. Давайте его посмотрим. Слово «конкурс» не способно передать весь масштаб мероприятия, которое вот уже в 25-й раз проводится в городе Видное. За звание Ведновчанка 2024 боролись десятки старшеклассниц из учебных заведений муниципалитета, но лишь три вышли в финал. Это Варвара Анофри из Видновской школы номер 7, Настасья Коструба, ученица школы номер 5 и Эльмира Тетова, представлявшая Видновский художественно-технический лицей. У нас 12 школ участвовали, в финал вышли три школы. В общем, готовятся мы финалистки где-то в течение полугода к этому мероприятию, потому что вы готовите номера, продумывайте, знали каждого номера. Участницам необходимо было продемонстрировать свои умения в трех этапах конкурса. Это самопрезентация на тему Видновчанка «Моя семья, мои друзья, моя мечта», костюм для модного дефиле и исполнение песни и танца одного из народов России. Каждый номер оценивался авторитетным жюри. Было потрачено очень много сил, энергии, и мы все очень рады, что мы выступаем сегодня здесь. Мы очень долго к этому шли. Хотя оценки получали финалистки, огромную роль в получении заветных очков играла команда. В некоторых номерах принимало участие до ста человек, и конкурсантки понимали, главное отработать на все сто и не подвести ни тех, кто выходит вместе с тобой на сцену, ни зрителей, которые всей душой желают тебе победы. Да, это конкурс, но в первую очередь это шоу, потому что здесь есть зрители. Самым сложным, наверное, была визитка, потому что я работала с большой командой. Да, за время подготовки к конкурсу мы стали действительно огромной семьей, но все равно есть некая доля ответственности за всех этих людей. На протяжении всего выступления в зале не смолкают восторженные крики. Глядя, как на сцене молниеносно сменяются образы героя и массовка, понимая, что перед жюри стоит нелегкая задача. После прохождения всех конкурсов на протяжении получаса участники оценочной комиссии не могли принять однозначного решения. Вот у вас сердцем, вот и, так сказать, кто не по баллам, а вот кто лидер. Вот девочка очень нравится, она и танец, и то, что вот эта журналистика, она хорошо говорит, она не запинается, она классная. А пока судьи соревновались с некоторым участницам полуфинала, не прошедшим дальше, дали возможность продемонстрировать свои умения. Ведь и они, и ученики их школ тоже приложили все усилия, всю волю на пути к вершине. Разочаровываться из того, что тебя не взяли дальше, это наоборот, это опыт, это выносливость, потому что если тебе все время разрешают идти туда, ты всегда везде проходишь, ты никогда не станешь настоящим артистом. И вот момент награждения. Все финалистки получили подарки от администрации Ленинского городского округа и благодарность главы муниципалитета. Имя победительницы назвал заместитель главы округа Иван Гетман. Ильмире Тетовой, представляющей Видновский художественно-технический лицей, вручается лента «Видновчанка-2024» и «Диадема». Сейчас, глядя на счастливую победительницу, уже никто и не вспоминает, через какие испытания пришлось пройти и ей, и всем финалисткам. Но оно того стоит. Я выступаю не первый раз, но это страшно. Все равно, как первый раз. Но это незабываемые эмоции. И хочется, чтобы это каждый испытал, потому что этот день надолго останется у меня в памяти, и это очень здорово. Я очень рада, что я участвую. Остается пожелать всем участникам этого феерического шоу новых побед. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнар Балаева. Видное ТВ. Какие эмоции? Хочется отметить, что нелегкая задача не только перед жюри стояла, но и перед импульсом. Это очень масштабное мероприятие. Вообще, как долго готовились, сколько сил на это все ушло? Вот сейчас посмотрели сюжеты. Такие эмоции у детей готовятся на протяжении трех-четырех месяцев. Отборочный тур, как я говорил ранее. Далее идет подготовка. Верстается сценарий, согласовывается место проведения. Технические моменты решаются. Конкурсная часть тоже остается до последнего момента в тайне, потому что должен быть такой момент интриги. И все. Потом, естественно, финал. Один день и все. И три-четыре месяца подготовки мы можем лицезреть на финале конкурса. Какие еще конкурсы хотели бы вы отметить? Я бы хотел отметить все, но эфирного времени не останется у нас тогда. Хочется еще отметить, что у нас есть туристические соревнования, туристические слеты в Григорчиково. Также наш центр проводит смотр в строй и песню. Вот недавно был, 7-го числа, 7-го мая в Виндовской школе номер 10. В общем, наш центр старается охватить все направления. Мне кажется, нам пока удается. Единственное, мы еще не проводим спортивные соревнования. Прямо полноценные. Когда начнете? Боюсь начинать. И так много всего. Ну, совсем недавно, совсем скоро, точнее говоря, состоится открытый региональный форум по народным и художественным ремеслам и искусствам творчества 2024. Такое громкое очень название, длинное. Вот расскажите, что это, когда... Что это такое? Изначально это был конкурс по мастер-классам в направлении ДПИ, в художественном направлении. И с этого года мы решили поменять, мы захотели глобализацию, мы захотели позвать всю область и назвали это вот таким вот областным форумом. Что это такое? Также остается формат проведения мастер-классов, то есть конкурс мастер-классов, он остается, приезжают члены жюри с области, участники с Московской области приезжают. То есть не только наш мастер-классов, но и... Не только Ленинский городской округ, да, еще и вся Московская область. Плюс еще мы в этом году добавили такой вот образовательной вектории. Параллельно у нас будут работать две площадки, это конкурс мастер-классов, он будет проходить традиционно на улице под открытым небом, где любой желающий, дорогие телезрители, может прийти и попробовать себя в любом мастерстве. Любого возраста. Любого возраста. Ну да, любого возраста. И творческий такой вот реализовывается момент на улице. А в Большом зале кинотеатра «Искра» мы делаем образовательную лекторию для педагогов, для воспитателей, для дошкольных отделений. Направлены тоже на развитие доп. образования. Тема у нас есть, образовательная лектория, где педагоги тоже проходят регистрацию. И приглашаем мы спикеров из Московской области, из нашего Ленинского городского округа, где будут делиться опытом. Может быть, любой педагог для себя возьмет что-то новое, интересное в работу. Цель вот этого образовательного лектория именно, чтобы спикер не пришел и не сказал, что вот это лист бумаги. Цель, чтобы была максимально практическая ценность. То есть меньше было воды, больше конкретики. И чтобы люди услышали что-то новое для себя. Как я говорю, заразились каким-то видом творчества и пошли реализовывать это в свое отделение. Это все приурочено, надо отметить, дню славянской письменности и культуры. Когда произойдет? 22 мая в 10.00 у нас торжественное открытие у кинотеатра «Искра» регионального форума «Творчество 2024». Так что приглашаем, ждем, можете поучаствовать, посмотреть и также можете поучаствовать в образовательном лектории. Регистрация на форум еще идет до пятницы, до нуля часов. Вы можете на сайте «Импульса» пройти регистрацию, висит положение. Пожалуйста, рады всем будем. Сколько уже заявлено участников? Не могу сказать, еще не смотрел. Ну, уже, наверное, немало. Немало, немало, потому что у нас и Московская область вся подключена, и Министерство образования Московской области, и Религиональные центры развития доп. образования. В общем, все возможные рычаги. Ну, то есть это можно смело назвать вашим начинанием в таком вот масштабном варианте, это будет проводиться впервые. Да, в таком масштабном варианте, именно в формате форума впервые. А так-то этот конкурс раньше был областным, и тоже съезжали со всей Московской области, потом он перешел в формат муниципального конкурса. А сейчас хочется обратно вернуть этот статус. Какие еще творческие планы есть у «Импульса»? Их много, впереди еще выпускной вечер нам предстоит провести. Ну, и заходить в новый учебный год, впереди каникулы, отдых педагогов. И с нового года надо по-новому придумывать, как проводить вот эти конкурсы, мероприятия, менять форматы. Потому что на месте стоять невозможно, надо идти в ногу со временем, а иногда и на шаг вперед. Вот мы стараемся, делаем, и цель есть, к ней идем. В завершение нашей беседы хотелось бы, чтобы вы пригласили, обратились к родителям, к нашим юным жителям муниципалитета, чтобы не приходили в «Импульс». Друзья, уважаемые родители, дорогие дети, бабушки, дедушки, мы приглашаем вас на занятия нашего Центра детского творчества «Импульс». Записывайтесь, запись уже открыта, она открыта с 15 апреля. Еще, возможно, есть свободные места, записывайтесь, участвуйте в наших конкурсах. Ну и просто заходите на наш сайт и знакомьтесь с нашей деятельностью. А она у нас широкая и большая. Кирилл, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам. А я напомню, что у нас в гостях был заместитель директора Центра детского творчества «Импульс» Кирилл Усманов. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова